И всем привет, дамы и господа, с вами я Лео, и в сегодняшнем видео мы поиграем в долгожданную игру, которую мы все так долго ждали, конечно же, симулятор жизни Льва, вторая часть. И пока что она вышла только на айфонах, на системе iOS, вот, также на iPad, но пока что ее нету на Android, на Amazon и на Steam, пока что ее нет, пока что разработчик только на айфонах выложил эту игру, но не разочаровывайтесь, не расстраивайтесь, все хорошо. Хорошо, разработчик в своем фейсбуке сказал то, что он в скором времени выложит игру и на Android, и на Amazon, и на Steam, так что не переживайте. Но сегодня хочу вам рассказать и показать, что же в этой игре, вот, и да, как вы знаете, я нашла уже логово, я уже нашла логово, вот, и давайте посмотрим. И изначально мы переназовем, наверное, нашего Льва, потому что он должен быть назван по-другому, он должен быть Лео, потому что я Лео, и он тоже должен быть Лео. У меня второй уровень, так как я немного поиграла в школе, так как я не могла просто уже ждать, тут также есть, зачем-то, шерстки для Левицы и шерстки для Льва. Да, очень странно, ладно, давайте пос... о, какой же, давайте сделаем ему какую-нибудь форму нашу. Жесть, какой получился у меня. Тут также можно сделать ему хвост короткий, давайте мы... короткий хвост. Давайте делаем большой хвост ему, большая башка. А это что у нас? Это лапки. Так, это голова. Как одумать делать голову большой? Мне кажется, маленькая голова. Давайте сделаем вот такую, не такую большую, а... А давайте сделаем вот такую большую. Так, а то что? Это что у нас? Это рост. Давайте сделаем его большим и высоким. Что, такого нет в первой террасе? Мне кажется, он должен быть высоким. У меня же Лев, он, да? Красивенький Лев. Так, мы сделали хвост ему. Если он будет девочка, то он будет такой. Вот, смотрите, какая лапочка. Вот такая у нас будет Левица. Такая прикольная, красивая Левица. Кстати, мне больше всего нравится Левица, чем Лев. Так, давайте играть Левица. И Левица такая лапочка. Смотрите, какая она миленькая. Поняла, та. Как она будет спать? Посмотрите, какая лапуля. Это очень мило. Смотрите, какая она красивая. Просыпайся, Китса. Китса. Ну проснись же ты. Китса. Наша китса проснулась. И идет наша кица Леонардо. И так, наша кица пошла пить водицу. Блин, так миленько, так красивенько. Так просто я не могу. Кстати, она у нас хочет кожи, так что давайте мы найдем ей пропитание. Блин, как будто я говорю за Львенка. На самом деле это Левица. Давайте уберем его. Как будто мы сможем его убить. Мне кажется, да, потому что мы же Лев. О, да. Мы одержали победу, и у нас третий уровень. И заодно мы нашли пропитание, чем он будет полакомиться. Итак, кушаем верблюда. Кстати, я думала, что верблюды и львы в разных местах живут. Не думала, что они будут жить вместе. Ну, ладно. Итак, наша Лео, наша Леонардо отправляются в путешествие. Не знаю, куда отправиться, но мне уже нравится эта игра. Смотрите, какой-то некрасивый закат. Или рассвет, не знаю. О, накинуем нам тут копать, интересно. О, господи, что это вылетело? Какая-то ящерка. Мне уже нравится эта игра. Левица такая красивая, милая. Кстати, на пятом уровне нам откроют новую шерстку. И, кстати, у нас тут есть свои боссы. Какой-то огненный босс, поток какие-то деревья. Или что это? Какая-то буря. И какой-то черненький дымок. Что это, я не знаю. И боссов я, скорее всего, буду рассматривать уже во втором выпуске. То есть во второй части. На моем канале. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. И обязательно ставь лайк. Я заедаюсь, потому что я переживаю. И я очень рада. Так что там у нас фламинго. Все как по-настоящему, действительно. Извините, что я бываю заедаюсь. Потому что я очень долго ждала этого момента, когда я буду ее показывать. Вам не обозревать. Я слишком долго жду. Как она прыгает вообще? Так, а как она будет рычать, интересно? Уйти, моя красивая. Так, это она злится. А это у нас рычание. Видите? Блин, какая она лапочка. Я не могу. Это самая лучшая игра, в которую я играла. На слонов я пока нападать не буду. Слишком рискованно, знаете ли. Давайте что-нибудь сделаем. Потому что я без понятия. Я проточекам сильно рада, что чтобы что-то делать. Давайте мы с вами прокачаемся до этого. До пятого уровня. Давайте прокачаемся до пятого уровня тогда. И посмотрим, какую шорку нам дадут. Да, мы убили его. Я думаю, что мы не убьем его в одиночку. Хотя, знаете, по природе реально не в одиночку не смогут его убить. В нем содержится много вкусного и полезного мяса для нашей львицы. Техни для нашей Леонарды. Кстати, там у нас еще есть гигантская обезьяна. Гигантская черепаха. Она тоже большая. Как ни странно, они на нас не нападают. Ну, стремно выглядит, согласитесь? Стремная персона. Такая стремная пипец. Давайте мы ее тоже схаваем. Мы же хотим прокачаться до пятого уровня. Заодно будем смотреть, какие места здесь есть. Итак, давайте-ка мы рассмотрим карту, которая здесь есть. Здесь есть пустынный мир, на котором я сейчас. Основная зона. И еще один мир. Вот, да. Так что давайте-ка мы с вами выйдем из этой зоны. И пойдем посмотрим самую обычную карту, а именно вот эту самую первую, в которой мы появились. Потому что изначально я ушла из нее, потому что мне было слишком любопытно. Итак, это у нас, во всей видимости, водичка. Это что? Это, скорее всего, просто не недоработка, так как игра вышла только сегодня. Разработчик, наверное, это не учел. Но ничего, не будем его за это ругать. Здесь самое главное, что он вообще выложил эту игру. Там ракотил, там эта рыбка. Итак, мы перебрались на основную карту. Видите, вот она. И давайте рассмотрим тут все. Все-все-все рассмотрим здесь, потому что любопытно, ведь. Итак, дамы и господа. Смотрим, смотрим. Итак, давайте мы посмотрим вот то вот неизведанное место, которое мы неизведали. Вот, и знак вопросика. Так, давайте там посмотрим, что же там находится, что же там есть. Смотрите, это же зебры. Какие они полненькие. И они боятся нас. Да, они бегают и убегают от нас. Ну, как, в принципе, и нужно. Какая лапочка. Мы ее долгом убиваем. Отлично, мы ее убили. Знаете, мне очень нравится, что именно форма животных, или как это называется, анимация и форма животных не такая стандартная, как у других разработчиков. Обычно у них стандартные формы. Вот. Но мне нравится, что наш разработчик, Gluten Free Game, сделал именно свою форму животных, и также анимацию. Также он детально проработал все это. Ой, это кто? Это лев. Представляете, это левушка. Ладно, мы уже подошли почти что к этому месту, которое мы будем унять. Я боюсь, что у меня тут лев нападет. А я же всего лишь беззащитная львица. Ой, ой, стоп. Вот, мы прибыли на этот знак вопросика. Угу, так, 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 это логово. Ребятки, смотрите, это же шикарнейшее логово. Ой, зачем ты писаешь? Ты же девочка, девочки писут сидя. Какая ты у нас морская. Так, тут должны мои вещи. Но мы должны не вещи, а предметы должны сделать. Но пока у меня только 19 курок, 2 бревна, 10 камушков и 0 перьев. Ничего, в какое время я прокачаюсь. На четвертый уровень нам совсем чуть-чуть осталось быть пятый. Итак, это логово наше. Но я не буду в этом логово жить, потому что я не достойна этого логово, но мне не нравится. Давайте пойдем к... Так, тут у нас два босса. Давайте мы его обойдем. Не хочу смотреть его и рассматривать. Я лучше оставлю его на сладенькое до следующего выпуска. Также, если вдруг у вас система Android и у вас тоже iPhone, как у меня, то вы можете скачать эту игру уже сегодня и поиграть в нее самостоятельно. То есть сами, без моего обзора. Но тех, у кого пока что нет этой игры, ну не расстраивайтесь, скоро она тоже выйдет у вас. Всегда было интересно, что это за солнышко. Что это? Что это такое? Наверху. Непонятно, что это. Ладно. Итак, мы идем... Туды. Туды. Это что? Это что? А, это этот вот, мангуст? Или как он там называется, я не помню. Но он прикольно выглядит. Он меня боится, да? Он вдруг не убегает. Ну, с очками он убегает, как черепаха. Ладно. Мы должны обойти. Мне очень интересно, что это за розовая штучка. Видите на карте? Смотрите, змея! Это анаконда. Самая опасная змея в Амазонке. Интересно-интересно, как она будет у нас кидаться. Смотрим, мы ее убить. Ну, конечно, легко. Змея прикольно проработана. И прикольненько, короче, все очень прикольненько. Итак, что хочу сказать по поводу этой игры. Мне она очень понравилась. Мне очень нравится анимация животных. Также графика смы по себе игры. Проработка деревьев. Текстурок. И поработали... Он очень хорошо проработал само по себе животное. Лев. И всех остальных животных достаточно хорошо. Мне очень нравится. Спасибо большое этому разработчику. Это у нас... Это шо? Я забыла, как это животное называется. Мамонт. Нет, это не мамонт. Извините, я просто забыла, как он делал. Жираф! Жираф! Он реально так бегать в жизни. Он не быстро бегает, но он... И вот уже можно убить. Хотя давайте его убьем реально. Мы же прокачиваемся. У нас шанс его убить. И ну иди сюда. Ну и звуки ты издаешь, конечно. Смешно аж. Ура! У нас пятый уровень. И теперь мы можем найти себе пару. И это очень шикарная возможность найти себе парочку. И завести долгие, прекрасные, счастливые отношения. Кстати, еще я хочу завести львенка. Но это в дальнейших выпусках, скорее всего, будет. Вот. Гиена. Фу, какая она противная. Гиены везде будут противные, не противные. Ладно, мы идем на ту сторону. На следующий знак вопроса, который там у нас. Отлично. Так, так, так. Мы почти что подгадались к нашей цели. Ой, дерево. Ой, это же Пумба. Пумба, привет! Как вы думаете мне снять прайд? Король лев там вот это все все. Как вы думаете? Мне кажется, стоит. Кстати, еще подписывайтесь на мою группу, ссылочка на которую будет внизу в описании. Там будут все новые подробности. А также вы можете сами голосовать, что вы хотите, чтобы я сняла в следующем видео. Ой, ребятушки, смотрите, это же гепарды! Анимация этих животных проработана очень хорошо. И они такие же, как в симуляторе гепарда. Мы не будем их беспокоить, потому что они парочка, у них отношения, а у нас пока отношений нет. Хотя нам тут как раз и нужно, да? Так, мы идем туда, куда нам нужно как раз таки, да. Идемте к нашему месту назначению. Скорее всего, это следующее логово. Так, 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 так. Мы не будем их беспокоить, но не хотим, чтобы на нас нападали. Уйдите от меня, я не хочу. Итак, блин, блин. Вот, 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 вот. Мы уцели же совсем скоро, да? Да. Скорее всего, это тоже какое-нибудь логово. Вот, да, да, да. Это логово посреди... Посреди, вообще, вот, что это? Я считаю, это... Ну, не надо так делать. Это же девочка. Итак. Опять же таки, тут у нас всяческие места. Но мне не особо нравится это логово, потому что какое-то оно более дикое, что ли. Отправляемся в следующее логово, которое находится у нас здесь. Тоже посмотрим, что там есть и какое оно красивое или не очень красивое. О, давайте, опять же, попьем воды, потому что нам нужно попить воду. Тут же так жарко, наши любители не выдержат такой нагрузки. А то оно такое... Что ей делать, бегает? Это вот что за коровки такие? Бизоны? Смотрите, это же бегемот! Вот, и у него тоже своя, вот это вот, своя форма и анимация. Беемот получился максимально реалистичный и максимально мерзкий. Смотрите, какой он противный. Фу-фу-фу. Фу-фу. Противная какашка. Мне не нравится, он не особо привлекательный. В принципе, какашка в природе, он не особо привлекательный и красивый. Так, у нас же главная суть найти льва, который согласится быть с нашей левицей. Вот, потому что это очень важно. Так, 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 мы почти дошли. Мы не почти дошли, нам нужно перейти в вот эту вот гору. Ну ничего, сейчас левица все сделает. Так, 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 мы почти перебрались. Почти, почти, уже почти. Ой, наша львица устала. Ой, она дышит. Блин, это так тупо. Ну я просто умиляюсь тому, что естественно. Итак, вот это шикарнейшее логово. Ну вот это, я уже понимаю, королевское логово королевской семьи. Смотрите, какое оно красивое. Оно большое и красивое. Это водичка, да? Это вода. Надо потом будет настроить тут графику. Так, как я понимаю, вот это вот основное логово, да? Смотрите, тут вход вообще в логово-то. Вот вход. Вау. Вау. Это круто так. Смотрите, это же похоже на логово этого из мультфильма и также фильма Король Лев. Вот на этой вот горе Симба и Муфаса выходили на гору эту и рычали. Блин, разработчик сделал просто шикарнейшую игру. Смотрите, это же реально как в мультике. Он выходит и рычит. Шикарнейше, шикарнейше, просто шикарнейше. Давайте сделаем его Левой, так как он же у нас лев. Я люблю больше всего играть за морскую пол. Ну ладно, давайте. Рычи, Симба. Блин, шикарно. Давайте сфоткаем. Мне нравится этот фон. Это будет шикарнейшая фотография, которую я поставлю на обложку. Что ж, ребятушки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Также не расстраивайте, у кого она не вышла. Она выйдет. Разработчик старается. Скоро она выйдет. Тех, у кого вышла, то скачивайте, играйте. 100% вам советую. Скачивайте. А также вот ваши комментарии. Большое спасибо вам за ваши прекрасные комментарии, которые вы мне пишете. Ну а также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. И ждите вторую часть, которая совсем-совсем скоро выйдет. А также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, чтобы узнать, какое видео будет следующим. Также вы можете лично проголосовать. Что ж, всем-всем пока-пока. Я вас всех люблю и всех вас целую. Субтитры сделал DimaTorzok